итак мы продолжаем наш курс по security это вторая его часть потому что security тема достаточно объемно делаем второе видео и так пункт номер 7 security вторая часть мы остановились на том что мы используем криптографическую функцию для защиты пароля вот она выглядит как-то так плюс сюда еще домешивается соль соль домешивается как я уже сказал для того чтобы никакой хэкер не мог просто взломать один раз эту функцию и взломать всю систему одним ударом и так мы смотрим зачем нужна соль что она нам дает не что она нам дает и зачем она нам нужна а точнее что мы можем сделать как мы ее можем получить мы можем получить ну конечно если мы пишем сложное приложение какое-то то мы эту соль там генерируем и все это дело но вот для таких вот применений как нам получить вот такую штуку как нам получить вот этот вот вектор у нас для этого есть тул который называется пи хэш пэссворд хэш пэссворд хэш и как любой тул в nfx если я его наберу себе еще мог печатать ну например вот так вот help то я получу help то есть тут можно опять-таки инжекты разные типы хэш функции там и так далее и тому подобное давайте попробуем этот тул запустить просто с командной строки пи хэш без каких-либо атрибутов он меня просят вести 68 рэндом ки строков с чем это нужно это нужно для того что вообще в криптографии используются генераторы случайных чисел которые достаточно сильны зачем потому что случайные числа невозможно генерировать на компьютере они псевдо случайный хэкер может это подделать и таким образом взломать ваш пароль для того чтобы этого не случилось мы берем и создаем и не лиц инициализационный вектор для этого мы берем случайное число которое зависит от момента там деление секунда когда вы программу запустили берем остаток отделения и просим человека ввести столько-то абсолютно слож этих самых разных ки строков сделать причем мы измеряем не только аске код который выводите а мы измеряем как с какой скоростью в наносекундном интервале вот здесь мы это видим с какой скоростью вы эти клавиши нажимаете после того вот я все уже нажал мы создали ключ энтропии теперь я должен ввести свой пароль то есть что такое ключ энтропии мы его сейчас создали он абсолютно рандомный я сейчас попросту по клавишам бил пальцем теперь что мы делаем мы вводим пароль собственно ну допустим давайте введем пароль такой a b c d e f и нажмем на кнопку enter значит система вычисляет скор пароля то есть насколько он сложен по специальной формуле значит эта формула принимает во внимание количество букв повторяющихся идут ли буквы одни за другой меняется ли у них кейсинг и так далее и тому подобное и by default эта система требует 80 процентов силу пароля мы набрали 10 поэтому он меня послал куда подальше давайте попробуем сделать сложный пароль сделаем букву q большую w маленькую потом сделаем минус 900 все пароль достаточно 85 процентов только если бы я его запомнил q большую w маленькую минус 900 enter и так вот мы получили наш вектор если я сейчас второй раз запущу эту программу и введу тот же самый пароль будет абсолютно другой хэш и абсолютно потому что будет совсем другой солд солд сгенерируется вот на основании как раз того крипто крипто графически сильного генератора который мы науськали в самом начале запуска этой программы мы в эту программу можем передать опцию ноу энтропии то есть отключить энтропию энтропия как вы знаете это свойство хаоса чем больше энтропии тем больше хаоса вашей системе значит для отключения энтропии вы можете отключить энтропию просто и тогда у вас будет просто использоваться генератор случайных чисел ну который будет не такой сильный вот теперь мы можем взять эту штуку здесь калиборд и подписать наш файл и человек сможет логнуться в систему введя q большое w маленькая тире 900 вот это такой пароль который я закодировал почему он набрал такое количество очков потому что здесь идут две буквы они в разном кейсе они не идут последовательно плюс тут стоит знак еще какой-то пунктуации плюс тут стоят числа конечно если бы я ввел не 900 а я ввел бы число а потому что после 9 идет 0 и 0 идет после перед девятью если я ввел здесь вот такое например число то есть не 9 не 3 не 6 это не прилежащие разряды у меня бы этот пароль набрал бы не 85 процентов а 87 а я себя еще здесь сделал что нибудь вот такое вот еще от длины пароля это зависит то этот пароль вообще бы имел бы уже сложность сто процентов практически значит сложность пароля еще принимает во внимание такие вещи как имена людей например сложность пароля фрэнк у каждой буквы есть какой-то какой-то дается ему бал там от 1 процент да то здесь было бы дадено если буквы идут последовательно вот такой пароль например будет иметь очень низкий скорб потому что это одна и та же буква вот такой пароль будет иметь очень низкий скорб почему потому что это последовательные буквы но вот такой вот пароль будет иметь уже скорб намного лучше хотя здесь 8 и 9 это последовательные числа а если мы напишем вот так вот то сила этого пароля увеличится во много раз вот это будет уже очень мощный пароль а и чтобы сделать его еще мощнее мы можем где-то взять еще добавить букву большую где-нибудь это будет еще более мощный пароль но если мы сюда напишем джон то сила этого пароля упадет сразу процентов на 15 но все равно пароль будет сильный поскольку он достаточно длинный но если мы вот это удалим то такой пароль будет иметь силу 0 потому что джон это имя если мы напишем вот так вот даже джон анна этот пароль будет тоже очень слабый потому что это два имени человека если мы напишем пароль devil это одно из самых распространенных слов которые люди используют в паролях есть специальная таблица на которую наша система проверяет вот эти вот все скорб вы можете посмотреть как это все написано даже такой пароль джон дэвил никуда не годится это очень слабый пароль но джон дэвил минус 900 может быть и сгодится но если убрать слово devil заменить его на гад ничего не изменится бог вам не поможет потому что гад это тоже очень распространенное слово но если вы напишите вместо слово год или дэвил вы напишите слово ой дизи которая не существует то вы пароль увеличите там на 10 или 15 процентов вверх короче говоря здесь используются алгоритмы это все кажется что это просто но тут на самом деле очень много логики так вот хочу вам напомнить друзья что всю эту логику когда вы пишете на джаве но у джи эс или любом другом языке вам надо обычно это все либо писать с нуля самим а это написать самому практически невозможно правильно подскольку это очень сложно это надо много лет отлаживать и тестировать на разных вещах и так в nfx возвращаясь к нашим баранам как говорится в nfx эта штука встроена и опять таки вот эта утилита пи хэш она используется для простых вещей потому что в сложных системах человек не вводит пароль с командной строки он вводит его через веб-сайт система ему там челленджает его и проверяет всевозможными способами и только потом генерирует пароль это мы с вами обсудили как генерируются пароли теперь как же пароли менеджуются если мы пойдем в i security менеджер мы увидим у него property password менеджер который есть часть security менеджер контракта и это целая огромная сущность и сейчас тут начнется интересная дискуссия вообще это вам знать не надо для программирования каждодневного бизнес-аппликейшенов это просто чтобы вы знали в принципе откуда вообще что есть в системе и зачем она создана и сложные системы такие как системы торговые системы и финансовые системы конечно должны это все применять и так во первых у нас есть такие системные типы уровней сложности пароля минимальная below normal нормальная ба в нормал максимум дальше идет идут фамилии паролей типы паролей все думают что пароли почему-то что это всегда строка но это неправильно это может быть строка это может быть pin pin это какой-то пароль типа там как в банк когда вы вводите это может быть геометрическая фигура вы помните что когда вы сейчас на мобильном телефоне когда он у вас локается это ваш мобильный телефон я очень продвинутый художник и рисую с первого раза что ничего не понятно наверное я абстракционист или что-нибудь в этом духе то есть если вот вы пытаетесь анлокнуть устройство вам показывают вот такую вот сеточку и допустим ваш пароль это вот вы вводите вот такой вот пароль до 1 то есть вы вводите какую-то геометрическую форму вы должны эти штуки каким-то образом пальцем соединить это классический пример геометрического пароля дальше пароль может быть виде картинки что такое картинка вам показывают систему и вам показывают 10 фотографий женщин и 10 фотографий мужчин вы должны выбрать кого-то для того чтобы войти в систему причем у вас есть только две попытки если вы два раза не не со второго раза нажали не того все вас не пускают систему 25 минут поскольку что же вы не знаете свой пароль ну и всевозможные другие это такие основные классификации пароля все знакомы с паролем виде текстов но это далеко не исчерпывающие виды ввода пароля и так password менеджер это такая entity которая во-первых жонглируют алгоритмами защиты паролей как я уже говорил в предыдущем объяснении пароли могут быть очень сложные и вот эти я имею ввиду хаш хешинг функции могут быть сложные вот я сейчас тут нарисовал бикрипт и рассказал что бикрипт представляет из себя цепь цепь хэш функций да еще и туда-сюда соль домешивается сюда соль домешивается какая-то зачем домешивать соль я здесь объяснял зачем это делать вот здесь вот мы это говорили вот и есть такие вы знаете алгоритмы которым надо просто сотни мегабайт даже там данных каких-то на которых они базируются поэтому везде пароль здесь а у нас значит то есть у нас везде эти алгоритмы они инжектуются естественно то есть вы вот они алгоритмы вот они password хашинг алгоритмы это registry что такое registry я по-моему уже объяснял это возможности мульт мультитон паттерн по имени получать по имени получать инстанс объекта какого-то не сингл тона мультитон посмотрите на википедии что это такое мультитон значит здесь для генерации пароля когда мы генерируем пароль вот надо человеку с генерировать пароль зачем его генерировать да просто человек хочет ресетнуть себе пароль вопрос как его сгенерировать но сразу приходит на ум сгенерирую круто строку но это неправильно во первых это может быть картинка это может быть там то другое 3 10 плюс она может быть относиться какой-то фамилии паролей там например это может быть геометрический пароль или картиночный пароль в общем здесь идет password representation type что такое password representation type password пароль может быть вам передан виде текста виде картинки или виде звукового сигнала и или видео репрезентация пароля это не обязательно строка опять-таки у вас пароль может быть вам приходит какой-то сигнал на телефон сгенерируйте пароль вам приходит mp3 файл и в этом mp3 файле вы слышите например песню какую-то песню и там певец поет 1 2 3 1 2 3 7 5 8 9 0 1 2 3 и так далее зачем это делается это делается чтобы никто этот пароль у вас не украл вы как человек записываете его на бумажку даже такие сложности нужны в сложных системах в простых системах это не надо но в системах банковской защиты прочего это нужно и это продумано в nfx дальше естественно по уровню сложности мы запрашиваем пароль определенного уровня сложности вот я уже здесь говорил а он мапается через конфигурацию на определенный алгоритм таким образом до проверка паролей и прочие вещи опять-таки осуществляется password менеджером подсчет хэшей обратите внимание верификация паролей и также тест на эквивалентность что два пароля одинаковы это все осуществляется вот этим классом password manager значит у нас естественно есть имплементированный default password manager который и используется в нашем дефолтовском configuration basic security security manager он поддерживает самую простую крипто крипто графическую схему md5 значит все остальное сложности они вынесены из nfx и представляет собой уже trade secret они находятся в каких-то защищенных местах и о них мы рассказывать не будем ну в целях безопасности md5 password хешинг алгоритм это примитивнейшая вещь которая вычисляет md5 крипто графическую функцию которую можно очень легко взломать и это нормально потому что у нее нету цели защищаться от взлома супер хакерами вот здесь используется алгоритм md5 как вы видите то есть когда этот security менеджер инсталируется в этот процесс напоминаю это тест сервер application container он сюда инсталируется и здесь у нас читаются эти пользователи не читается прямо в память берутся вот эти вот штуки они читаются и расшифровываются с помощью вот такого-то алгоритма то есть вот эти данные для них вот в этом вот формате полученные с помощью той утилиты пи хэш которую я показывал password хэш что нам надо еще сказать о security итак мы сказали что конфиг security менеджер и что password менеджер какие он нам предоставляет сервисы это хэширование репрезентацию и secure буфер для паролей и пх это утилита мы в принципе покрыли все айтемы еще раз давайте быстро пройдем поэтому в nfx централизованная система security встроена в application контейнер она у вас всегда есть просто пишите об . security об это шорткат как я уже сказал статический фасад для ай апликейшена где-то здесь есть security смотрим security security менеджер вот он security менеджер у него есть две основных три основных функции первое это password менеджирование работа с паролями это то что мы говорили она инжектается уже через security менеджер тоже через конфиг файл мы это только что обсуждали теперь есть две основные функции это афантикация и ассоризация афантикация это представление узнавание человека по креденшал с который он ему до который он дал системе что такое креденшал с например айди пароль отпечаток пальца там какое-то там мычание в микрофон там и все что угодно это может быть да то есть там можно спектр голоса анализировать все что вы хотите ассоризация это другой другой виток проверки security а афантикация что делает она берет пользователя она берет permission и для этого permission а для этого пользователя дает какой-то уровень доступа который нам говорит что либо это вообще не прошло либо она прошла и так далее и тому подобное теперь как мы работаем security в этой системе мы работаем с перми шинами я сказал что permission это атрибут а раз это атрибут его можно просто вот так вот писать как класс и навешивать прямо декларативно декларативно навешивать на какие-то методы например контрактов или мы даже показывали с вами что в приложении мы можем взять и навесить это прямо на контроллер если у человека не будет вот этого вот перми шина в его правах если метод чек вернет false вы получите security 403 security exception теперь что я еще не 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 рассказал это то как вы императивно можете императивно то есть с помощью кода как вы можете проверять перми шины у перми шина класса есть статический метод статические методы это очень удобно потому что вы пишете в своем коде permission . а сарайс action дальше вы передаете туда любой мэмбар инфо что такое мэмбар инфо мэмбар инфо это все шарпи как вы знаете есть рефлекция интроспекция то есть вы можете получить мэмбар инфо на класс на интерфейс на метод на все что вы хотите и в скупе этой сессии а вы можете но это уже немножко advanced topic session function а вы можете в скупе этой сессии сделать что вы можете взять и проверить find authorization фейлинг перми шин и если он равен нал то есть вот этот метод find authorization фейлинг перми шин найти перми шин который не справляется который не проходит авторизацию вот его имплементация этого метода а вот следующий метод очень-очень удобный он делает афа райзен гард экшен он делает find authorization фейлинг перми шин который возвращает вам что-то если она не нал тогда он выбрасывает ассоризей шин exception с полным дискрипцией что где откуда и когда не случилось афа райзен гард экшен также вы можете передать сюда либо мэмбар инфо опять таки мэмбар инфо вы можете проверить перми шин на типе на каком-то вы сюда передаете type of type of что-то и он вам проверяет перми шины перми шины которые навешаны на него виде атрибутов вот как тут вот-вот да либо вы перми шины можете локировать руками вообще в этом же вся прелесть и передать их сюда как они умеры был от перми шинов это тоже то же самое вот что-то здесь еще интересное я хотел сказать насчет этого всего что здесь используется еще атрибут кэш тут еще сред сейфти что вы же не забывайте это все вот она private static dictionary атрибут кэш мэмбар инфо permission чтобы каждый раз не юз не использовать вот эту всю рефлекцию проверка перми шинов очень быстро то есть все время в nfx все время делается упор на оптимизацию чтобы эти все проверки занимали не 10 микросекунд а чтобы она занимала пол микросекунды или 500 наносекунд понимаете это очень важно когда вы пишете сервер и вам надо проверять security и в этом security вы каждый раз будете лезть в интроспекцию класса у вас это очень сильно будет все ваш сервер будет обрабатывать это вот зачем я это все добавлял когда у нас в глю контрактах вот здесь вот проверялась этот permission и не было вот этой оптимизации мой сервер тянул 50 тысяч колов в секунду и все и стопроцентный cpu usage когда я добавил вот эту оптимизацию у меня 50 тысяч колов в секунду превратилась сразу в 90 только потому что только потому что вот этот метод он очень медленный а зачем его каждый раз исполнять если его здесь можно прокешить он берется здесь кэш причем статический видите в nfx как я уже говорил все поля статический начинается на s underscore плюс здесь не берется никакой лог потому что это атомик присвоения в си шарпи также как и в javi присвоение референса является атомарной операцией либо весь референс присвоился одной инструкции микропроцессора вы не можете референс на объект частично присвоить это очень важно для мульти поточного программирования и не использование локов это применяется в nfx в очень много или синхронист то что джаве называется применяется во многих случаях и очень сильно повышает performance и так подведем итог с перми шинами у перми шина есть целый ряд статических классов эти статические классы позволяют смысле их статических классов статических методов у класса permission которые позволяют либо просто взять тот перми шин который не прошел свой метод чек вот тут чек вот он вызывается а как вы помните это виртуальный метод то есть вы вашем перми шине можете написать что вы хотите что этому человеку должен быть мало того что перми шин ему даден так еще и должно быть ему больше чем 21 год чтобы он смог купить алкоголь ну и так далее и тому подобное в общем это все здесь предусмотрено ну и последнее замечание а дело все в том что вот этот метод authorize action он в принимая эту сессию в этой сессии уже может быть контекст пользователя а может сессии не быть потому что сессия может не инжек ну то быть в контекст для этого здесь есть такой еще синтаксис эта функция которая вызывается как callback изнутри отсюда вот она вызывается вот она вызывается отсюда она вызывается для создания контекста сессии это сложная тема мы можем следующий раз об этом поговорить подведем итог security в nfx универсально security в nfx как-то сказать не универсально а униформально да то есть унифицирована она присутствует в разных аппликейшенах даже в консоль приложений или в каком-то классе вы можете писать проверку перми шинов перми шины эти обычно когда вы пишете бизнес приложения вы всю эту дребедень по все контракты все контракты и все штуки о вашем приложении бизнес все что связано с бизнесом в частности security вы зафигачиваете в центральную сборку которую называете ядром вашего приложения все остальное вы пишете в других сборках и это можно оттуда убирать инжекта другое заменять и так далее и тому подобное вот ну на этом собственно все вы будете редко когда пользоваться security менеджером напрямик и достаточно редко проверять перми шины руками потому что обычно перми шины вы будете навешивать вот просто вот так вот создавать новые перми шины вы будете только тогда когда мы вместе это будем обсуждать ну то есть когда бизнес какая-то задача да например закрыть вот этих на отдельный перми шин какой-то раз навесили этих перми шинов и так далее и тому подобное но последняя тема которую я еще затрону быстро это собственно как называется имперсонация имперсонация дело все в том что если у меня есть если у меня есть какой-то аппликейшен и в этом аппликейшене у меня есть какой-то глю да то есть клей по которому я хочу склеить вот это с каким-то другим с каким-то другим entity в другом вообще процессе в другом сервере да в другом сервере вот это сервер а вот это client и теперь у нас в нашем приложении есть такая сборка в котором есть permission султан да и у нас контракт вот этого сервера закрыт на султан ты должен быть султаном чтобы это вызвать когда я здесь аффентицируюсь у меня здесь появляется некий вот этот аффентикейшен токен да то есть какой какой-то кракозябра какая-то которая меня представляет теперь что я могу сделать с этим аффентикейшен токеном я его могу к глю колу присобачить так скажем с помощью хедера security хедера в windows communication foundation делается что-то похожее только в сто раз сложнее опять-таки через behavior injection мессендж инспектор и так далее и тому подобное здесь у нас то все просто и когда идет вот этот кол он летит туда по tcp да у него здесь хранится вот такой вот такен этот этот кол приходит вот сюда вот и этот процесс глю давайте так вот это нарисуем вот это глю сервер вот глю идет security менеджер и говорит мне поступил такой-то такен ты можешь авторизировать аффентицировать извиняюсь пользователя по такому-то такену он ему говорит да это пупкин иван иваныч вот и теперь вот это исполнение вот этого класса какого-то происходит в контексте пупкина потому что пупкин тут был вот здесь вот был пупкин почему пупкин потому что он вел айди пупкин пароль ба-ба-ба-ба-ба-ба здесь местный security менеджер дал ему вот этот такен он этот пароль вел сюда он ему выдал этот такен мы этот такен присобачили вот сюда, вот, передали по проводу. Он этот токен glue runtime дал в этот security менеджер на этом компьютере. Этот сказал, да, ты такой есть, вернул тебе и теперь Пупкин. А теперь этот уже, когда будет, он смотрит, что султаном должен быть Пупкин. Он теперь спрашивает у этого, задает вопрос, ты мне сказал, что Пупкин, мне нужен султан, какой у него уровень доступа? Этот отвечает, никакой. Glue сервер отвечает назад. Authorization exception, не могу султан этого, такой-то контракт, султан permission у Пупкина отсутствует. Или у Пупкина есть, допустим, султан permission. Тогда вот этот кол отвечает, да, у него есть. Тогда он его возвращает сюда и вызывает этот метод, зная, что у него permission султан, метод чек прошел и вернул true в контексте Пупкина. И таким образом мы можем в этом permission исполнить логику любой сложности. Опять-таки, проверить все, что угодно. И таким образом этот отрабатывает, результат приходит сюда, и сюда мы получаем результат, вызывая этого метода на удаленном сервере. Это так, хаотически очень нарисовано, извиняюсь за грубую иллюстрацию, как мелом на доске, да, но я надеюсь, это понятно. Таким образом, в кластере мы можем пользователя имперсонировать, не только в кластере, в любой системе распределенной, это только в NFX даже можно делать. Мы можем пользователя имперсонировать, тогда в этом процессе воткнут какой-то security manager, и в этом процессе воткнут security manager. А где они Пупкина берут? А вот может быть здесь центральная база данных, в которую этот и этот они отсюда берут пользователей. Или может быть центральный, какой-то офисный, в большом офисе корпоративном LDAB. Lightweight Directory Access Protocol. Такой, как Active Directory, все знают, что такое AD, да, в корпоративной среде. Это вот эта жуткая такая Windows-овская штука. Или какой-нибудь LDAB Oracle-овский, или IBM-овский, или какой угодно, какая разница. Authentication таким образом делается через него. Опять-таки, для этого вы должны написать такой security manager и инжекнуть его во все application контейнеры, одинаковый. Когда я сегодня объяснял на лекции раньше по кластеру, что у нас иерархическая система конфиг файлов, вот она как раз удобна тем, что вы можете в центральном файле сразу поставить какой-то для всех один security manager, а потом наследовать от него разные штуки, где заменять, подменять этот маленький security manager, не security manager, а другие какие-то вещи, маленькие. А security manager вы можете здесь опломбировать, поставить sealed секцию, чтобы его здесь никто не мог, эти applications не могли его менять. То есть security у вас стоит здесь и сюда нет ни у кого доступа. А вот эти там программисты что-то релизуют сюда и они не могут security manager вообще поменять. Security дана в системе, она продиктована корпорацией сверху. Все. Вы должны ей подчиняться или вы можете ей не подчиняться, тогда у вас ничего не будет работать. Вам не дадут никуда доступ. Вот собственно и все. На этом мы заканчиваем седьмой пункт нашего значит курса, который назывался security. Это была его вторая часть. Спасибо за внимание.